Рубашка, сидите на рядом, и думают, какие вы счастливые. Вот вы даже не понимаете, может быть, что есть возможность в храм приехать и все. А ведь даже этого храма буквально 15 лет назад не было. Не было вот даже детям вот так где-то собраться, чтобы отдельно где-то позаниматься, отдельное помещение не было, а дети-то были. Вот просто в храме помолились, все, пришли, ушли. Не было возможности посидеть, занятия провести. Не было, не было. И какие вы счастливые, у вас все есть. У нас их космонавтограф, надо сейчас найти, все делать будем. Поэтому нужно ценить. Поля вот вчера ездила к одной бабушке. Поля, расскажи, что ты там видела? Что за бабушка, как ее зовут, скажи? Ее зовут баба? Мамя. Маша. Баба Маша. И что у этой бабушки? Она здоровая или больная? Она больная, бабушка. Бабушка тяжело больная. Бабушка, баба Маша, лежит, уже много лет лежит в постели. Раньше она еще могла на колясочку перебираться, а сейчас она совсем больная. У нее одной ножки нет, у нее ручка одна не работает. У нее работает только одна рука. Все. Больше у нее голова шевелится и рука, больше ничего. Очень больная. У нее там болячки разные. Все. Тяжело. И когда вот посмотришь на такую бабушку, у нас еще кто? Баба Саша лежит, да? Знаете, что она сломала ножку. Ногу, руку сломала, упала. Она старенькая, больше 80 лет. И вот если мама ваша ездит, ее навещает, попросите с ней попроведать бабу Машу. Ей очень так приятно, когда ребятишки. Мы вот в поле... Ой, бабу... Бабе Саше. Бабе Саше. Александра Ивановна, помните, у нас бабушка такая? Был дедушка Ваня, ее муж, он умер, ветеран войны. И еще осталась баба Саша. Вот она сейчас лежит. И вот когда вы побудете, посмотрите, вы Бога начнете уже благодарить только за то, что у вас есть ножки. Что вы ходите своими ножками. Ведь это такое счастье, свои ножки, свои ручки, двигаться, ни от кого не зависеть. А человек, который лежит, не поесть, не попить, не помыться, не в туалет сходить. Все кто-то должен помогать, все кто-то должен за этого человека делать. Представляете, как это трудно, как это сложно. И как мы должны Бога благодарить, что у вас и у нас у всех все работает. Ведь есть и детки, которые на колясочке, родились, разные диагнозы, ДЦП и так далее. Они на коляске или ходят криво, плохо, да, с палочкой. И поэтому, когда мы вам говорим, помолитесь своими словами. Вот прочитали молитвы, правила, Отче наш, Богородицу, все вы это знаете. Когда я говорю, помолитесь своими словами. Что нужно помолиться? Прежде всего не просить что-то у Бога, да, чтобы у меня там пятерки были, еще что там, еще что-то попросить. А прежде всего нужно что сделать? Лера, что нужно? Ливия, что? Благодарить. Поблагодарить Господа, прославить Господа и поблагодарить Господа. И благодарить Господа уже за все нужно. За то, что мы ходим своими ножками, за то, что у нас чистый воздух, да, что у нас есть вода. У некоторых страдают. Просто страдают от того, что уже просто даже нет воды попить. Мало того, что есть нечего, еще пить нечего, пить воды чистой нет. Пьют, что попало, пьют воду грязную, из реки пьют, там всякие отходы плавают и все. Есть такие страны и такие регионы на нашей планете, где вообще чистой воды нет. Это большой-большой-большой дефицит. Представляете? Мы живем, мы этого даже не понимаем, что где-то совсем недалеко. Это очень-очень большая проблема для людей, для целых стран, иметь чистую питьевую воду. Поэтому благодарить всегда есть за что, да? За то, что у нас есть разум, сколько людей неразумных. Посмотрите, сколько разных диспансеров существует, психоневрологические там разные, да? Где люди не в уме просто, ничего не понимают. У нас ясный ум, твердое сознание у нас, да? Что мы все в школе учимся. За это нужно Бога благодарить? За здоровье и душевное, и телесное. За все, за все нужно Бога благодарить. А уж потом, когда поблагодарили Бога, за маму, за папу, за то, что у вас семьи верующие, за храм, за все, что у нас есть, все стоит, все работает, все приходим, тепло, хорошо. А потом, когда поблагодарили, о чем можно помолиться? Космонавт, убери. А потом, за что нужно? Что нужно еще, о чем помолиться, после того, как поблагодарили и прославили Господа? Ена, попросить. Попросить. Уже начинается просительная молитва, да? Просительная молитва. Мы просим о прощении грехов. Еще о чем просим? Ник, о чем мы еще можем просить? Чтобы у других было здоровье хорошее. О здравии, особенно если кто-то болеет, да? Мы все время, каждый день молимся о здравии. Так, Лерочка, о чем мы еще просим Господа? Именно просим. О чем ты просишь? Ты так хорошо всегда просишь? Она всегда просит. Можно я скажу? Что? Что просит? А, нет, это Поля у нас всегда просит. Она всегда молитву начинает. У нее главная молитва за дроботов. За дроботов. Чтобы дроботы дом достроили. Чтобы они построили дом. И она говорит, чтобы он у них был такой... Ну, мы ей рассказываем, что у вас маленькая комната, и вы все шестером живете в ней. Она всегда говорит, чтобы он такой длинный был, широкий. И чтобы мы в дверь заходили. И чтобы в дверь заходили. Она где-то услышала, что вы через окно ходите. Помните у вас? А теперь... Когда строились, вы через окно заходили, и она, чтобы у них в дверь заходили, чтобы дом широкий был. А вместо окна нам бы поставили дверь. Папа сделал из окна, сделал дверь. Теперь у вас дверь с другой стороны, новая дверь, да? Да. Вот, так что, Поле, уже об двери не надо молиться, уже дверь есть, понятно? Да. Все. Поля за них активно молится. Поля, все, хватит очки делать. Нет. Не хватит. Так. Еще о чем молиться? А Келина, о чем еще мы просим Господа? Так, Лидия. Хорошей учебе. Так, сейчас. О хорошей учебе мы молимся. Все молятся, чтобы хорошо учиться? Да. Правильно. Надо тоже молиться. Вы верующие. В вашем классе знают, что вы верующие. Если вы будете плохо учиться, не делать домашнюю работу, скажут, что они какие верующие. Какие они ленивые, неответственные, да? Поэтому всегда все ваше поведение, вашу учебу всегда будут приравнивать к слову верующий. Понятно? Если вы будете хорошо учиться, примерное поведение будут делать. Верующие хорошо учатся. У них будет такая ассоциация, да? У других учеников, учителей. Верующие не опаздывают. Верующие выполняют поручения. Понятно? И с вас будут писать портрет, какие верующие вообще у нас сейчас в наши времена. Поэтому если верующий, как мне однажды сказали, а там один верующий, какой же вы верующий, если он водку пьет, да? Или там еще плохо себя ведет. Все. У людей сформировалось изменение, да? Что верующий так себя может вести плохо. Поэтому нужно вести себя очень хорошо, чтобы не называли слово верующий и какое-то плохое, какое-то прилагательное прилагали, да? Поэтому не опаздывать, хорошо учиться, быть прилежным, ничего не забывать. Стараться, чтобы все аккуратно у вас были, тетради и учебники. Так, хватит. Так, Акизина? Иди сюда. А Акизина у нас, она стих из Библии выучила, да? Давай, расскажи нам стих из Библии. Она на этой неделе новый стих изучила из Библии. Так, это она песенку вспомнила с Пасхи, молодец, помнит еще в Пасхе, полгода прошло, напомнит, молодец. А скажи, а какой ты стих из Библии выучила? Не наклоняйся на нее, зачем ты ее? Смотри, а мойчик в эти петли. Нет, ты расскажи, какой ты стих из Библии? Ибо так возлюбил. Ибо мир что-то отстил на своего единого рода. Всякий вирус в него не погиб, но имел жизнь невидима. Понятно? Вот так вот. Сколько тебе годиков покажи? Нет, еще один покажи. Вот. Вот сколько годиков. Она такой длинный стих уже выучила, да? Кто еще этот стих знает? Ливия знает, да? Вот, Ефросиня, давай. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Правильно. Как по-другому этот стих называют? Мы в прошлый раз повторили. Сердце Библии. Сердце Библии. Сердце Библии. Потому что в этом вся суть заключена. Сердце Библии. Запомнили? Нет. 3,16. Иоанна 3,16. Сейчас Аполлинарию поставлю в угол. А че ты такая сегодня веселая? Ты же всю дорогу спать хотела. Проснулась. А теперь не хочу я спать, а веселиться хочу. Веселиться? А я не хочу ничего. Сейчас, давай-то вопросы задавайте. Вопросы задавай. Можно пришли? Можно пришли? Можно жить в детстве? Жития почитать или нет? Давай. Жития, жития. Я тебя сейчас выведу. Пойдешь к папе. Так, мы дочитали последнее? Какое? Мы Евдокию читали, да? Дочитали, дочитали. Убора какой-то другой, по-моему. Нет, мы другой не начали. Мы закончили Евдокию. Я просто кратко скажу. Помним, да, что Евдокия была большой красавицей. Красавицей, что у нее было большое богатство, огромное. Она, может быть, там, богатая была, как император, да? У нее там дворцы были, слуги и все. И потом она обратилась к Господу благодаря монаху, у которого она услышала его молитвы. Все. Выйди. Больше спокойно, пошли со мной сядешь рядом. Эти картинки покажем. Она стала очень богата. Был монах. Герман, кажется, его назвали. Монах Герман. Да, Герман. Да, инок Герман. Монах Герман. И вот, послушайте. Монах Герман начал молиться. Начал молиться. И что? И Евдокия задумалась. То есть он начал молиться, говорить о Боге. И она задумалась. А если бы он молчал? Пошел бы спал, да? Выспался, тихонечко про себя помолился. Смогло ли такое преображение произойти в Штирдакии? Нет. Может быть, она и обратилась к Богу, может быть, позже. Может быть, не так у нее было, не такое ревностное обращение было, да? То есть, благодаря тому, что монах не молчал, а говорил о Господе, молился, не стеснялся этого, да? И через это обратилась великая-великая грешница, да? Поэтому, что значит, из этого можем сделать, из этого вот случая? Житие там большое, там много примеров, много чего поучительного. Но вот из этого момента, когда монах говорил о Боге, читал псалмы, и она услышала это, да? У нее бессонница была, она пошла, ходила там по своему дворцу и услышала, да, из окна на балконе, услышала эти молитвы. Это значит что? Что тот, кто верит, тот, кто знает Бога, тот, кому есть что сказать, он не должен молчать. Вы никогда не знаете, когда и где ваши слова, они станут как зернышком, которые прорастут, прорастут. Вот вы не знаете, вам кажется, ой, Тарас, ой, да что там, они неверующие, им, ну, это не надо о Боге говорить. Им это не надо вообще. А потом оказывается, что благодаря тому, что вы сказали, этот человек, может, через несколько лет, помнил и помнил, и помнил ваши слова. И это помогло ему обратиться к Богу. Иди смотри, не шурши. Одно посмотрела, и все. Вот я вам расскажу историю, Людмила Степановна, знаете у нас в общине? Вот, когда она обратилась, она всем своим родственникам засвидетельствовала, всем рассказала о том, что она к Богу обратилась, она им говорила. Но вот, если, может быть, кто-то слушал, кто-то сразу от нее отмахивался, то сестра у нее, у нее несколько сестер, одна сестра, она вообще не хотела слушать даже. Она не хотела слушать, она там, они сильно не общались, в гости друг к другу не ездили, как-то ее, ну, думали, что вот она к Богу обратилась, что она как бы, ну, как бы ненормальная, да, не такая, как вот все в мире живут. А она, ну, ненормальная. И вот эта сестра, кажется, ее Зинаидой называли, и она с ней не хотела, ну, как бы сильно вот так вот о Боге говорить, но Людма Степановна все равно в свое время сказала, засвидетельствовала, свою веру сказала, как она верит, что она именно православная. И она и рассказала, кому-то рассказывала, а та слышала о брачных одеждах, помните, в Евангелии написано, да, придете на суд без брачных одежд, помните? И Господь скажет, и почему не в брачной одежде? И сестра много-много, 20 лет спустя, когда стала тяжело больной, она помнила эти рассказы, это зерно в ней проросло через 20 лет, представляете? И она, когда уже стала тяжело больная, она вызвала ее, вызвала свою сестру, Людмила Степановна туда срочно села, приехала, это далеко, это в другой регионе даже, и она с ней начала вести там работу. Она говорит, расскажи мне, я хочу так же верить, как ты, я хочу так же принять крещение. Она говорит, ну хорошо, сейчас мы найдем, где покреститься, она нет, я хочу так же, как ты, истинное крещение. Ты же рассказывала, что нужно правильно креститься, трекратным погружением, не мочением, ничего, я хочу там же, где ты, хочу на озере, чтобы настоящий верующий священник хороший был, чтобы все было, как у тебя. Представляете, сколько времени прошло, и она нашла, который крестит погружением, она нашла, увезла ее на такси, там, это надо было далеко ехать. Они с ней подготовились, читали, много молились, целую неделю готовились, поехали. Она там с ней помогла ей сделать, чтобы все подготовиться. Когда священника нашли хорошего, он ее покрестил, и вы представляете, она покрестилась, причастилась, и все время говорила, ты помнишь про одежды, как же я приду к Господу? Но она забыла про одежду, слово брачная одежда, она сказала, я не могу прийти без одежды к Богу, что голая, раздета, мне нужна вот эту брачную одежду, которую Христос дает, да? Как бы невидимое такое одеяние, что мы такие, как все. И она говорила, как же я приду к Богу, мне нужна одежда, мне вот как ты, чтобы меня не выгнали. И вот она уже плохо говорила, больная, но она это помнила, представляете, сколько лет прошло, что мне нужна эта одежда и эта одежда, чтобы меня не выгнали. И что вы думаете? Она долго, она целый год, может быть, даже больше болела, она ее к себе не вызывала. И она говорила, можно я к тебе приеду, Людмила Степановна ей предлагала. А та говорила, нет, не надо, не приезжай. А тут она ее вызвала, она все вот это с ней сделала, и через день она умерла. Все. То есть Господь ее, она столько болела, она, может быть, несколько лет болела, у нее там рак был или что-то. Потом уже, когда уже тяжело болела, Господь ее не забирал, Он давал ей возможность покаяния принести, сходить на исповедь к священнику, она уже идти-то толком не могла, они там еле как на такси приехали. Принести покаяние, полное погружение, исповедь причастилась, и она успела, успела принести это покаяние, и уже с мира, она примиренная с Богом, она отошла в мир иной, как говорят, да? В Господу. Вот видите? А если бы Людмила Степановна ей или другим своим братьям и сестрам не говорила о Боге, если бы она молчала, смогло ли бы такое произойти? Видите? Это зернышко было посеяно. Вот вы сейчас на каникулы поедете к своим бабушкам, да? Бабушки у вас или неверующие, или такие полуверующие, как бы вот в храм не ходят, да? Или может быть совсем-совсем редко. Так вы им рассказывайте, ненавязчиво, не бегайте за ними и не говорите, ну-ка давай, баба, скорее, давай, все, садись, сейчас будем с тобой читать или что. Ненавязчиво, но все-таки говорите о Боге, понятно? Все равно нужно говорить, все равно нужно это зернышко, оно где-нибудь будет лежать, 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 но потом прорастет. Вот есть такие растения, у которых зернышко может пролежать 10 лет, 20 лет, пролежит на земле где-нибудь, а потом наступят благоприятные времена, влажность, температура, все, почва хорошая попадет, это зернышко, и прорастает, и вырастает дерево, не сразу, может сразу и не прорастет, понятно? Особенно семена деревьев, они очень много могут лет хранить, орешка какой-нибудь, а потом через много лет эта орешка начинает прорастать. Точно так же, если вы будете свидетельствовать, вы любите своих бабушек, дедушек? Любите? Вы хотите, чтобы они наследовали Царство Небесное? Хотите? Вы не хотите, чтобы они погибли? Ну, тогда вы должны им свидетельствовать о Господе, а то потом с вас Господь просит, с вас, скажет, а вот твоя бабушка, она тебе столько доброго сделала, сколько же тебе подарков-то твоя бабушка подарила, и твоя бабушка, и твоя бабушка, да? Сколько они вам много всего сделали доброго, да? А вы помогли им самое лучшее, самое доброе на небо попасть? Помогли? Помогли? И с вас Господь спросит. Молчали вы? Только блинчики уплетали за обе щеки бабушкины? Или все-таки что-то говорили бабе своей? Так что вот задумайтесь, вот будут каникулы, вы все увидитесь, поговорите, пообщайтесь. Если бабушка далеко, вы можете же ей письмо написать, да? Да. Вы были уже у нее? А, ты не была, ты в больнице лежала. Ну вот, другие ребятишки были. Если вы не успели с ней поговорить, может быть, не было у вас там, ну там, у вас было много народу, суета, не было возможности побеседовать с бабушкой, напишите ей письмо. Она вас плохо видит, ей дедушка прочитает его вслух. Напишите письмо, сегодня придете домой, напишите ей, пусть маленькое письмо, какой-нибудь стих из Библии, вот который нам сегодня Акелина прочитала. Она у вас больная, она у вас очень больная. Она может умереть, правильно? Она тяжелая, у нее болезнь идет. Напишите ей, что некоторые говорят так, ой, да я уже старая, я такая грешница, я так много страшных грехов в своей жизни делала, и я вообще и в храм не ходила, не молилась, мне уже все, меня уже Бог не простит, я уже не смогу обратиться к Богу, все, вот, все, нет, нет, да? А что можно сказать таким, которые говорят, я уже старая, больная, я уже добрых дел сделать не успею, я уже все, свои грехи очистить не смогу. Что нужно им таким сказать? Господь, я тебя пострадал, чтобы ты в любой момент смогла покаяться и веровать, и он в тебя принял. Примет, Господь, если ты покаешься, он тебя примет, даже на смертном адре лежащую примет. А помните разбойник на кресте? Разбойник? Он, может быть, кого-то убил, ограбил, да? А что ему Господь сказал? Он его попросил, сказал, помяни меня во царстве твоем. А что ему Господь ответил? Лилия? Он ему как-то сказал, что сегодня же ты будешь со мной во царстве. Уже ныне, он сказал, ныне будешь со мной во царстве моем, да? Ныне, ныне, то есть все уже сегодня. То есть даже разбойник, даже разбойник, вися на кресте, уже все, он уже не сможет ни добрых дел сделать, ни больных посещать, ни в храм ходить, да? Ни посты соблюдать. Он уже не успевает, все. Но у него было искреннее покаяние, намерение. И Господь, видя это, сказал, ныне же будешь со мной во царстве моем, да? Понятно? Можете вот это своим бабушкам сказать? Даже простил разбойника. Еще одна притча. Помните, где приходили работники нанимались? Мы ее с вами давно не разбирали, надо подготовиться. Помните? Господь рассказывал историю, что пришли к винограднику трудиться. Одних он нанял утром работников и сказал, я вам заплачу рубль, например, да? Чтобы вам понятно было. Потом видит, работы много, пошел в обед, работников нанял. И говорит, я вам заплачу рубль. Пришли вечером работники. Он их тоже еще взял, говорит, ладно, давайте, собирайте виноград, тут все делайте, работайте, я вам заплачу рубль. И одни пришли уже за час до окончания работы. И он им тоже сказал, давайте, нанимайтесь рубль. Эти, которые пришли с утра, они решили, ага, он сейчас этим вечерним заплатит рубль, а мы-то весь день работали. Нам-то, наверное, сколько? Пять рублей. Наверное, рублей пять или три, да, рубля заплатят. Ну, можно сказать, тысячу, да, этим тысячу обещала. Они подумали, а нам тогда три тысячи заплатят за сегодняшний день. Вот мы сегодня пойдем купим колбасы, да, или чего там еще себе покушать, или сапоги куплю себе новые, или там долги отдам. Все, они уже такие, ну, настроились, что они, сейчас у них будет много денег. Ну, пришли те, которые вечером там, он им по рублю заплатил. Те, которые днем пришли, он им тоже заплатил, как обещал, по рублю. Приходят те, которые утром он нанял. С утра работали, и он им по рублю заплатил. Что произошло, кто помнит? Они обиделись. Конечно, они обиделись. Как это так? Они пришли вон им рубль, а мы пришли с утра, а нам рубль, да? И кто помнит, что Господь ответил? Мы обиделся, что... Биби? Он сказал, что обещал им заработал рубль, и что он им его дал. А те, они же тоже работали, и он им тоже обещал. И им он столько же дал. Да, то есть он им сказал, не за рубль я с вами договаривался, ну да, за рубль. С вами за сколько за рубль, с вами за сколько за рубль? Я с вами совсем без за рубль договаривался. Все, у нас был договор, я выполнила этот договор. Какие претензии, да? Я ваш работодатель. Сейчас, секундочку, Лисик, закончим. Это значит, что рубль это что? Это награда от Господа. Одни пришли к Богу, веровали. Молодые из детства, верующие, ходили в храм, молились, посты соблюдали, добрые дела делали, все. Другие пришли, уже обратились к Богу, были взрослые. Как вот я, например, мне уже было 19 лет, да? А кто-то вот там уже пришли к старости. Вот как бабушка Саша наша лежит, которая сейчас больная, да? Ножку, которую я сломала. Она уже, будучи старенькой бабушкой. Еще будет 40 лет. Кто-то в 40 лет, а кто-то уже в 70-80, а кто-то на смертном одре к Богу приходит, обращается. Если приносит искреннее покаяние, да? Если исповедается, причастится, искренне покаясь, начинает молиться, то даже лежа на смертном одре, Господь дает ту же самую награду, то есть то же самое Царство Небесное, что и тем, которые маленькие пришли к Богу, да? Понятно? Круполь – это вот награда, то есть Царство Небесное. Всем будет Царство Небесное. Все, запели уже, пойдемте молиться. Песня. 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 место Своего, милость же Господня от века и до века, на боящихся Его и правдой Его, на Сыне Сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить ее, Господь. На небесе уготовый стол свой, из-за которого всеми обладает. Благословите, Господа, все ангелы Его, с сильной крепостью творящие Слово Его, услышите, благословите Его, благословите Благословите, Господа, все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его, на всяком месте владычества Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благословите, Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, хвари. Благослови, Душа моя, Господа, восхвалю, Господа, в животе мое, пою Богу моему данную жизнь. Не надейтесь на князя на сцене человеческие, внижение спасения. И в зыдь идут Его и возвратиться в землю свою, в твой день погибнутся по мышлению Его. Блаженни мужик, ухляд и помощник Его, упавлани его на Господа, Бога Своего. Сотворшего неба и землю, в море сиян живи, хранящего истину век, варящего суд обедимым, дающего пищу алчущий Господь. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низвержение, Господь убит праведники. Господь хранит пришельцы, силы их даму примет, и подгрешных погубит. О, Царица, Господь вовек, Бог твой сегодня в род и род. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Песня. 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 Якоти наследят землю, Блаженья учащие, жаждущие правды. Якоти насытятся, Блаженья милости, Якоти по ниламо не буду. Блаженье чистые сердце, Якоти Бога узрят, Блаженье миротворцы, Якоти сынами Божьи нарекутся, Блаженье знам неправды ради. Якоти царство небесное, Блаженье чистые, Блаженье чистые подвозят вам. И жену ты лепутся в долгогольном, Блаженье миротворцы. Якоти царство небесное, Блаженье чистые подвозят вам. И жену ты лепутся в долгогольном, Блаженье чистые подвозят вам. Аллилуйя! Где силы небесные в отрях утижат на даче, Слава воскресенье Твоему Христе! Слава сожду Твоему, Слава смотренье Твоему, Едине человека любче! Спаси Господи, люди Твоя, И благослови достояние Твое, Победы православным христианам на сопротивные дары, И Твое сохраняя крестом Твоим жительством! Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас! 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 Попыль бессмертный, помилуй нас! От луги, святого Евангелия чтенья Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Вышел сеятель сеять семя свое И когда он сеял, иное упало при дороге И было потоптано, и птицы небесные поклевали его А иное упало на камень, взойдя засохло, потому что не имело влаги А иное упало между тернием И выросла терния, и заглушила его А иное упало на добрую землю, и зайдя, принесло плод старечный Сказав сия, возгласил, кто имеет уши слышать да слышит Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия Он сказал, вам дано знать тайны царствия Божия, о прочем притчах Так что они видя не видят, и слыша не разумеют Вот что значит притча сия Семя и Слово Божие А упавшие на пути это суть слушающие, от которым потом приходит дьявол И уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись А упавшие на камень это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают Но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают А упавшие в тернии это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими Подавляются и не приносят плода А упавшие на добрую землю это те, которые услышат Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод терпения Сказав это, он возгласил Кто имеет уши слышать, да слышит Слава тебе, Господи, слава тебе Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь Совершение добрых дел зависит от нас и от Бога, Святой Азлатоуст Род человеческий не скоро убеждается и требует многих попечений Даже больше, нежели растения Там свойства тел и земли подчиняются рукам земледельцев А здесь свободное произволение, которое допускает частые перемены и избирает то одно, то другое Ибо оно удовопреклонно козлу Поэтому нам нужно постоянно смотреть за собою, чтобы не воздремать Что же, неужели ничто не зависит от Бога? Все зависит от Бога, но не так, чтобы нарушалась и наша свобода Если все от Бога, то за что же, скажешь, обвиняют нас Обвиняет нас Но для того я и прибавил Не так, чтобы нарушалась наша свобода Все здесь зависит и от нас, и от Бога Нам следует наперед избрать доброе А когда мы изберем, тогда и Он оказывает свое содействие Он не предупреждает нашего хотения, дабы не нарушалась наша свобода Когда же мы изберем, тогда Он подает нам великую помощь Почему же, если все зависит и от нас? Павел говорит Итак, поднилование зависит не от желающего и не от подвязающегося Но от Бога милующего Римлянам 916 Ватю